В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, с сегодняшнего дня часть школьников Ямала и студенты переходят на дистанционное обучение. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Теперь учащиеся с шестых-одиннадцатых классов получат знания дистанционно. В очном режиме продолжат учиться школьники с первого по пятый классы. У Анастасии Перебейнос, как и у всех школьников, завершились осенние каникулы. Но сегодня она не пошла в школу из-за распространения коронавируса. Половину дня шестиклассница все равно провела за уроками. Благодаря системе дистанционного обучения теперь актированные дни или эпидемия не повод откладывать учебу. Мы с вами сегодня на уроке повторим сложение и вычитание десятичных дрогей. А помимо действий сложения и вычитания десятичных дрогей, мы с вами еще умеем сравнивать дроги. Поэтому вот эти вот три действия мы с вами сегодня повторим. Уроки в онлайн-режиме проходят как обычно. Сонятия длятся 40 минут, затем ребятам дают передохнуть и снова ждут подключения к сети учителя. Сначала повтор пройденного материала, затем изучение новой темы. Однако школьники скучают по общению с одноклассниками и настоящему звонку на урок. У нас шесть уроков по 40 минут. После каждого урока есть перемены. Всегда разное время этих перемен. Я на перемене успеваю поиграть с младшестрой, которая тоже сидит на карантине, подготовиться к другим урокам, доделать домашнее задание, которое, возможно, не успела сделать. Ну, в целом, нравится тебе такое обучение или все-таки ты скучаешь по школе? Я скучаю по школе. Хочется скорее увидеться с одноклассниками, с учителями и учиться вживую. В классе информатики непривычно тихо. Только учитель, сидя в наушниках за компьютером, объясняет 11-ти классникам новую тему урока. Образовательный процесс выстроен по государственным стандартам и, конечно, существенно облегчает работу учителю, которому больше не придется после карантина давать пропущенный материал в ускоренном темпе. Кроме того, практическое участие ребята выполняют самостоятельно на компьютерах. У кого их нет, образовательная организация выдает технику. А официальный ресурс «Сетевой город» помогает учителям давать детям задания и выставлять оценки. Предварительно к уроку, естественно, перед учителем встает задача подготовить все файлы, нужные для урока. Они размещаются в сетевом городе, непосредственно прикрепляются к тому уроку, который проходит онлайн. Поэтому учащиеся предварительно перед уроком открывают, скачивают эти себе файлы и готовятся таким образом к проведению будущего онлайн-урока. В очном режиме продолжают учиться дети с 1 по 5 классы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. Дети вышли все в прекрасном настроении, уже соскучились, две недели каникул, дали о себе знать. Количество детей в классах, ну, много детей ходит, отсутствующих и болеющих детей очень мало. Образовательный процесс как у вас построен, был ли как-то скорректирован, на что делаете упор? Образовательный процесс, как и раньше, продолжается. Материал, который дети не усвоили ранее, мы его будем догонять сейчас во второй четверти. Домашнее обучение – профилактическая мера, призванная предупредить распространение вируса. В таком режиме дети будут обучаться до 1 декабря. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное». Продолжение следует...